Если ты любишь смотреть распаковки интересных товаров, то рекомендую тебе подписаться на канал Серега Посылоч. Интересный разнообразный контент точно не даст тебе заскучать. Ссылочка будет в описании. Привет, друзья! Индукционная плитка Xiaomi появилась в конце прошлого года. Цена на неё была немножечко завышенной, сейчас она стоит значительно дешевле, ну а чем не повод заказать и посмотреть, что это такое. К тому же внешне эта плитка не похожа на свои аналоги. Кто раньше видел как она выглядит, хоть раз да наверное задавались вопросом, зачем китайцы сделали это. Нет, нет, я сейчас не про отверстие в упаковочном материале, а скорее про то, что помещено вовнутрь этого отверстия. Какая-то инженерная задумка здесь однозначно есть. Наверное по замыслу китайцев, увидев это, мы должны сказать. Вау, вот это система! Система конечно с системой, но какое-то логическое объяснение этому явлению здесь однозначно должно быть. Чуть позже конечно разберём и разберёмся зачем это, но сначала давайте оценим другие примечательности этого устройства. Системный кабель здесь отличного качества, на ощупь квадрата полтора не меньше, гибкий, но с китайской вилкой, которую рекомендую подключать либо в соответствующую розетку, либо поменять на европейскую. Ведь мощность устройства у нас 2 киловатта 100 ватт. И пользоваться переходниками при такой мощности идея далеко не безопасна. В остальном по безопасности здесь всё на высшем уровне. Диэлектрический пластиковый корпус, кабель хорошего качества и противоскользящие резиновые ноги. Отличный внешний вид, чувствуется дизайнерская работа, а также лёгкость в управлении. Оно здесь интуитивно понятное. Мы с вами уже привыкли к тому, что большинством Xiaomi устройств можно управлять через приложение Mi Home. К сети индукционная плитка подключается посредством интегрированного Wi-Fi модуля. Всё, что нам с вами нужно, это запустить приложение Mi Home и нажать плюсик в правом верхнем углу программы. Новое устройство автоматически отображается в списке, нам нужно выбрать его и указать пароль на роутер. Плитка зная пароль теперь подключается к интернету и работает как самостоятельное Wi-Fi устройство. То есть прошивка здесь будет автоматически обновляться и возможно когда-нибудь в следующей жизни китайцы переведут интерфейс на русский язык. Ну а на сегодняшний день плагин устройства отказывается запускаться даже на английском языке. Но запустить посмотреть всё же охота, поэтому идём в настройки приложения, сеттинг, в самый низ мотаем. Здесь у нас язык выбран английский, а мы с вами должны выбрать китайский. Только после этого можно насладиться возможностями плагина. Первым делом зайдя сюда нажимаем три точки к правом верхнем углу, это меню. И пусть китайский язык здесь вас не пугает, Google эту проблему давно решил. Делаем скриншот, кидаем его в переводчик и можем вот таким вот образом переводить. Сразу скажу полезного там мало, а показываю это вам лишь для того, чтобы вы знали как в будущем ориентироваться в китайском интерфейсе. На главной странице интерфейса видим пять иконок, каждая иконка это предустановленный режим. Его можно выбирать как из интерфейса плагина, так и при помощи энкодера непосредственно с самой плитки. О режимах я вам чуть позже расскажу. Ну а для китайцев самое интересное здесь это онлайн рецепты. Огромная база, можно выбрать любое понравившееся блюдо. Здесь описана подробнейшая инструкция с полным списком ингредиентов. Все с картинками, конечно можно заморочиться и через Google перевести, но для нас все же это не так удобно как для носителей языка. Допустим блюдо выбрали, из приложения нажимаем кнопку и плитка автоматически устанавливает необходимый режим. Один раз тыкаем энкодер и вот он процесс приготовления пошел. Теперь когда с приложением все понятно, возьмем кастрюльку. Кстати, не вся посуда подойдет для индукционной плиты. Проверить это можно при помощи магнита. Если магнитится, значит работать будет. Потому что в индукционной плитке нагревается не поверхность, а непосредственно дно кастрюли. С обеих сторон от энкодера расположено две сенсорные кнопки. Правая кнопка сейчас подсвечивается. Это выбор режимов. То есть вращая энкодер, меняется режим, активировать его можно нажатием. После активации уровень мощности устанавливается согласно выбранному режиму. При необходимости его можно установить от 0 до 99%. Сенсорная кнопка слева от энкодера это таймер. Нажимаем на нее, допустим, ставим 2 минуты поворотом энкодера, нажимаем центр. Время пошло. После истечения этого времени плитка автоматически выключается. Как ставить таймер я снимал на смартфон, но при монтаже случайно удалил файл. Поэтому, к сожалению, ракурс только такой. Допустим, мы поставили таймер и нам нужно слить или добавить воду. Поднимаем посуду, таймер встает на паузу, ждет от нас дальнейших действий. При этом плитка перестает работать. Ставим обратно. Режим приготовления возобновляется и идет отсчет таймера. Теперь разберемся с режимами. Напомню, их у нас 5 штук и вот здесь в инструкции все они описаны. Можно запомнить, как выглядят иероглифы этих режимов, а можно вовсе ими не пользоваться. В первом режиме у нас время приготовления устанавливается 2 часа. При этом плитка работает на полную мощность. Конечно же, эта мощность регулируется поворотом энкодеров, впрочем, так же, как и на любом другом режиме. На втором режиме установленное время приготовления час, а мощность по умолчанию 80%. Третий режим суп каша активен 2 часа при 60% мощности. В четвертом режиме, как и в первом, плитка работает на полную, отличается время приготовления. Здесь оно меньше и составляет 1 час. Последний режим двухчасовой нужен для жарки и вжаривает он при 70% мощности. Такие режимы есть в любой индукционной плите и при включении плиты Xiaomi пусть иероглифы вас в заблуждение не вводят. Это всего лишь режимы, ими можно не пользоваться. Здесь важен лишь уровень мощности, который показывается цифрами и так же время приготовления, оно здесь тоже показывается цифрами. Все остальное значение не имеет. Ну а теперь давайте ответим на самый главный вопрос. Что за Xiaomi торчок? Я просто не знаю, как это назвать, если вы знаете, напишите в комментариях. Находится по центру индукционной плиты. Разобрав, видим две части конструкции, соединенных между собой небольшим шлейфом. Нижняя часть силовая, то есть это сам индукционный нагреватель. Ну а в верхней, под алюминиевым экраном, находится вся слаботочная часть. Это и органы управления, и Wi-Fi модуль, и жидкокристаллический дисплей. Отверстие непонятного выступа изолировано двойной герметичной резиновой прокладкой. В ответной части прокладка так же резиновая, и они как бы вставляются друг в друга. Выглядит очень качественно. От непонятной выпуклости идут два электрических кабеля. На конце двухконтактные разъемы. Что очень удивило, разъемы эти абсолютно одинаковые. Но всякий случай, чтобы не перепутать местами, один из них пометим синей изолентой. Интересный момент хочу показать. Если вода все же попадет в эту область, то через специальную трубку она отведется насквозь. Для этого здесь есть отверстие в корпусе. Схема индукционного нагревателя здесь имеет принудительную систему охлаждения. Точно так же она организована во всех индукционных плитах. В индукционках равномерность нагрева зависит не столько от конструкции нагревателя, сколько от посуды, которую вы используете. Ну и вот он наконец, наш таинственный элемент. Из конструкции понятно, что это никакая не кнопка, электрические контакты тут отсутствуют. Скорее это термодатчик, точно снимающий показания с посуды. Если наверняка знаете, зачем здесь два электрических кабеля, напишите об этом в комментариях. Надеюсь полезно будет не только мне. Теперь берем ненужную сковородку, ставим ее разогреваться на полную мощность и посмотрим, как работает эта система. Конечно же она немного темнеет, но давайте посмотрим на ее реальную температуру. 200 градусов температура при этом нагревается, нагревается, 230 и все и перестает. Сброс температуры. Ну можно сказать до 200 остывает и опять идет нагрев. То есть если вода выкипет, у вас ничего не сгорит и ничего страшного с посудой не произойдет. Вот оно что оказывается китайские инженеры придумали. Это и безопасность, и в случае кипения процесс не будет происходить слишком активно. Конечно же зачет, друзья мои. И под этим видео я оставлю для вас купон на очень хорошую скидку. Индукционная плита не обязательно эта. Вообще любая на сегодняшний день это идеальное решение для кухни. КПД такой плитки гораздо выше, чем обычной электрической плиты. И она гораздо безопаснее, чем газовая. Во-первых, нет газа, нет утечки газа. А во-вторых, такая плита способна гораздо быстрее довести воду до кипения, чем газовая. При этом не нагревая воздух в квартире. То есть и летом готовить будет гораздо комфортней и для детей безопаснее. Конечно, если ребенок случайно заденет за поверхность, он немножечко обожжется, но ожога после такого прикосновения не будет. Вот такие дела, друзья мои. Надеюсь, видео вам понравилось и хоть немножко было полезно. Если это так, поднимайте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Добра вам, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока.